Скажите, а сколько благовещенцев у вас в туристах отдыхают за курортный сезон? Заместитель председателя комитета Заксобрания по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Юлия Олешкевич обстоятельно спрашивает о возможностях каждой точки на побережье. Это станица Благовещенская. Здесь единовременно в пансионатах и частном секторе могут расположиться около 15 тысяч отдыхающих. Еще дальше, на Бугасской косе, те, кто предпочитает жить на природе в палатке. Есть также около тысячи мест в пансионатах. Как рассказал краевым парламентариям начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму городской администрации Дмитрий Ерохин, к новому сезону появится дополнительно около трех километров оборудованных песчаных пляжей. Свободные участки есть в станице Благовещенская, в селе Витязева и на Пионерском проспекте. Для того, чтобы немножко разгрузить центральный городской пляж, планируется, что будут предложены методы и средства доставки отдыхающих из центральных районов города на пляжи Пионерского проспекта. Речь идет о дополнительном автобусном сообщении на сезон к уже действующим маршрутам. Обустраивать пляжи – поручение главы города. Также Сергей Сергеев делает акцент на безопасности. Основное новшество будущего сезона – арендаторы пляжей должны будут заключить договоры с частными охранными предприятиями. Можно сказать, что на самих пляжах будущий курортный сезон пока считается в контурах, но специалисты умеют дополнить картину. В принципе, пляжные территории готовы и состояние нормальное. Я думаю, кое-что администрации, люди займутся и будет все хорошо. К пляжному и летнему сезону курортному пляжные территории будут готовы. Мы понимаем, что открываются, скажем так, старо-новые направления Турции и Египет, но я уже говорил, что мы, во-первых, самые безопасные, и самое главное, что за эти 2-3 года мы научились очень многому. У нас увеличилось количество классифицированных средств размещения. На сегодняшний момент уже классификацию прошли 820 средств размещения, и эта цифра не окончательная. По словам Дмитрия Ерохина, благодаря классификации удается наращивать поток не только в пространстве, но и во времени. В минувшем году отели, которые получили официальные 3 или 4 звезды, продолжили работать практически весь октябрь, по сути, отыграв у рынка услуг дополнительный месяц. А высокий сезон показал, что городские службы способны выдерживать самые пиковые нагрузки.